Время новостей в Туле Время новостей в Туле Время новостей в Туле Документ содержит определение животного Как существа, испытывающего эмоции и страдания Исходя из этого определяется и порядок его содержания Вводится понятие жестокого обращения с животными Зачем потребовалось ужесточение законодательства в этой сфере Расскажет София Кириллова Новый закон об ответственном обращении с животными Должен будет положить конец самой возможности существования подобных мест Веневская усыпалка Так в соцсетях прозвали приют для бездомных собак около деревни Настасьина В этом году благодаря нему Тульская область прославилась на всю страну Или вернее сказать ославилась Жуткие условия, в которых содержались животные Вызывали оторопь даже у много повидавших волонтеров Если волонтеры вообще не приезжают Мы уверены, что собак не кормят Потому что мы наблюдали это в начале лета Собаки были крайне истощены Собак в итоге вывезли благодаря усилиям все тех же волонтеров Правительство региона подготовило проект требований к приютам А заодно направило в адрес Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Обращение по вопросу ускорения принятия закона об ответственном обращении с животными По сути дела отсутствие этого федерального закона на сегодняшний день мы имеем Обсуждения идут Принятие закона, конечно, могло бы снять те вопросы, которые сегодня являются предметом обсуждения И установить единообразный на всей территории страны порядок в этом вопросе Число подобных призывов от регионов в адрес профильного комитета За последнее время исчислялось сотнями И не только из-за недобросовестных приютов Жестокое обращение, массовые отстрелы животных на улицах Ужасные условия в передвижных цирках и контактных зоопарках Зоозащитники проводили пикеты, митинги и голодовки для привлечения внимания властей И вот сегодня работа практически завершена Государственная дума во втором чтении приняла закон об ответственном обращении Мы согласовали этот законопроект с 28 ведомствами Начиная от Минсельхоза и Минприроды И заканчивая Министерством культуры и всеми силовиками Потому что законопроект, несмотря на то, что он посвящен вроде как животным Он затрагивает огромное количество сфер нашей жизни Основные позиции закона – запрет на умерщвление и жестокое обращение с животными А также контактные зоопарки и передвижные цирки Шапито В регионах должны будут создавать муниципальные приюты Прописаны в законе и требования к ним Народ после всего того, что происходило и происходит в принципе в стране Относится ко всему, даже к принятию хорошего закона достаточно осторожно Потому что даже любой положительный закон можно развернуть в другую сторону В первую очередь мы думаем, что он будет реально исполняться А не будет принят только на бумаге И все-таки он возымеет свою силу И животное от этого все-таки получит все положительное А не просто это будет ненужная бумажка Третье чтение решили не откладывать в долгий ящик В среду, 19 декабря, Госдума должна принять окончательное решение По поводу судьбы животных в нашей стране Почти 2 миллиона тонн зерна собрали тульские аграрии в этом году По данному показателю, регион занимает 7 место в ЦФО и 21 в России Об этом доложил глава профильного ведомства Дмитрий Миляев Он подвел итоги сельскохозяйственного года в сфере растеневодства Так в этом году более 65% посевных площадей занимают зерновые и зернобобовые культуры Под кормовые отдано почти 14%, на 10 был засеян рапс Миляев сообщил, что самый большой урожай зерновых собран в Ефремове На втором месте Куркинский район, на третьем Чернский Всего по стране было собрано более 114 миллионов тонн зерна Большой плюс текущего года заключается в том, что фактически Вот пшеница, которую мы собрали в текущем году Это в основе своей продовольственной качественной пшеницы То есть именно та, которая необходима для цели хлебопекарного производства В прошлом году удельный вес продовольственной пшеницы был гораздо ниже Большая часть урожая все-таки это была пшеница фуражная Прежде всего, опять же, из-за дождливой погоды По картофелю мы с вами по-прежнему сохраняем свои лидирующие позиции Второе место и в ЦФО и, соответственно, в стране То есть, по сути дела, такой картофельный регион Новая система безналичной оплаты за проезд, которая проходит тестирование на некоторых городских маршрутах, не работает Об этом сообщают тулики, отмечая, что в последнее время на просьбы расплатиться по безналу получают и отказ В проблеме разбиралась Анна Молодцова Карты можно? Извините, картами нельзя Нас забрали валидаторы Чайно карта мы не можем Пилотный проект этого года, согласно которому в коммерческий общественный транспорт вводится безналичный расчет, завершен 54-й маршрут был оборудован такой системой И тестировали ее в течение нескольких месяцев И, по мнению экспертов, она принесла неплохие результаты Мы рассматриваем вопрос о переходе полностью в 100% наших транспортных средств на наличную систему оплаты Даже если он должен реализовать свое право и как ему участвовать в наличной и наличной системе Чтобы это было удобно, по нашим впечатлениям это понравилось Однако не все водители согласны, что в использовании безнала только плюсы По их словам, в доработке нуждается режим выплаты заработной платы и денежные средства задерживают Нам удобнее, конечно, за наличный расчет Потому что по нашему опыту стало получать трудно деньги, которые люди пикнули по карточкам То есть мне те деньги, которые я напикал за тот месяц, мне еще не отдали По словам Тульков, новая система позволит не отвлекать водителя во время движения И не толкаться с другими пассажирами в очереди, которую приходится отстоять для оплаты проезда Дают действительно мелочь, рубли вот эти, и люди считают, и изредка не совсем правильно дают Очень редко ешь на общественном транспорте, но, наверное, проще Я хочу ездить без денег, без полотна Льгот пока не предусмотрено Дорожной картой, которая действует в муниципальном транспорте, расплатиться нельзя Речь идет только о банковских картах Также стоимость проезда по Безналу будет на несколько рублей ниже, чем при наличном расчете Сейчас частные перевозчики подписывают необходимые соглашения с банками И полностью на безналичный расчет тульские коммерческие маршрутки придут в течение 2019 года Анна Молодцова, Сергей Давыдов, Новости Тулы Лампочки в квартирах повзрывались, холодильник, телевизор и другая дорогостоящая техника сгорели К таким последствиям привел резкий скачок напряжения в одном из домов поселка Рождественский В инциденте жители винят рабочих, которые при установке опоры ЛЭП якобы задели линии электропередач Подробности происшествия в материале Ольги Чегинцевой Ирина Шамрай 15 декабря этого года вспоминает, как страшный сон В первой половине дня в квартире лопнули лампочки, задымилась проводка Женщина, напугавшись, выбежала в подъезд, чтобы отключить электроэнергию Мы вначале думали даже, что какой-то террористический акт Начали хватать документы, все ценные вещи Сказали, что был нарушен высоковольтный кабель Копали работники электросетей Свет они потом отключили Ну там вызывали мы полицию, звонили в разные дежурные организации Вечером, когда дали свет, мы стали подсчитывать наши убытки В квартире сгорела не только бытовая техника Холодильник, микроволновая печь, стиральная машинка, но и частично проводка В аналогичной ситуации оказалась половина жителей поселка Рождественский По словам жильцов, причина сбоя электроэнергии – строительство нового дома При установке опоры, линии электропередачи, рабочие задели кабель под землей Разрешения на проведение этих работ на субботу у них не было Подстанция буквально 5 метров И как они говорят, они не знали, что здесь лежит, проходит высоковольтный провод В итоге получилось, вот с этим они задели этот провод высоковольтный В частном секторе напряжение упало до 40 Многоэтажка до 380 Энергетики поясняют, работу выполняли не они Нанимали подрядчика, но готовы оплатить ущерб за испорченную бытовую технику В первую очередь они обращаются в мастерскую или сервисную организацию, которая ремонтирует Бытовую технику в обязательном порядке имеющую лицензию Ремонтирует свою технику и берут документы, в которых значится, что данная техника была повреждена вследствие перенапряжения С чеком об оплате и заключением от мастера, что техника действительно была повреждена в результате перенапряжения электроэнергии Жители должны обратиться в отдел энергосбыта, в ТНС «Энерго» Написать заявление о возмещении ущерба Правда, не все жители готовы оплачивать доставку техники до организации Ведь эти деньги не возместят Люди готовят документы для проведения независимой экспертизы и подачи иска в суд Ольга Чегинцева, Игорь Щепотев, Новости Тулы Тульский Арсенал и Московский Спартак могут обменяться игроками Такой вариант развития событий предполагают некоторые спортивные СМИ Дело в том, что краснобелые планируют досрочно вернуть из аренды полузащитник канониров Зелимхана Бакаева Он в этом сезоне забил уже пять мячей Плюс хорошо знаком главному тренеру Спартака Олегу Коннову Который недавно ради краснобелых покинул аналогичный пост в Арсенале Вернуть Бакаева москвичам можно, заплатив неустойку или предложив игрока взамен Главный Дед Мороз России приехал в Оружейную Тула стала 17-м городом, который он посетил прямиком из Великого Устюга Визит проходит в рамках ежегодного путешествия по городам России Дедушка Мороз, ты уже второй раз в Туле И почему ты без Снегурочки приехал? Ты что, твои заместители Снегурочки? В роли заместителей Снегурочки ведущие НТВ Максим Привалов и Джон Уоррен Вот уже третий год подряд они путешествуют по России с главным волшебником страны Дедом Морозом В Туле новогодняя команда во второй раз Тула в этом году это столица Нового года Поэтому мы, что называется, приехали по адресу Но мы приехали не с пустыми руками У нас для вас огромное количество сюрпризов Главный сюрприз, конечно, сам Дед Мороз И он не заставил себя ждать Дед Мороз! Вот он, символ и воплощение Нового года Больше всего ребята хотели узнать про подарки, поездки на санях и новогодние чудеса Но были и весьма серьезные и даже провокационные вопросы Например, общается ли Дед Мороз с Санта-Клаусом и остальными иностранными коллегами Оказалось, общается, а с финским Йоулупуки должен в ближайшие дни увидеться на границе Это очень нетрудно, очень приятно Поскольку, что такое волшебство? Волшебство это хотя бы одно доброе дело в день, Максим, правда ведь? Конечно, в гости к юным тулякам Дед Мороз приехал не с пустыми руками И сам не остался без подарка Спасибо, девушка, это тебе подкопа на счастье, да? Дед Мороз, спасибо, раздевайся В ближайшие дни добрый волшебник посетит несколько социальных учреждений Тулы И заглянет в гости к многодетным и малообеспеченным семьям А уже 19 декабря каждый сможет встретиться с Дедом Морозом на главной елке города София Кириллова, Игорь Щепотев, Новости Тулы Это все, что мы успели рассказать к этой минуте Больше новостей вы найдете на нашем сайте ТСН24.ру Узнавать о самых главных событиях Тулы и области вместе с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова